Вот такой колючий дрот весной 44-го поделил житие 50 тысяч человек, надая после 17 тысяч, но завсюду застанись в этом болоте. Еще 33 тысячи выжили, но так никогда и не смогли забыть жах лагера смерти Азарыча. По судностям это была биологичная война. На початку 40-го века 44-го оккупанты створили комплекс канцелагеров на территории сучастных Калинклинских районов. Самые великие из них – Калинклинские Азарыча. Мэта заразить вязнию тыфом, який потом распосюдится в серот частей червонной армии. Правда, сами с неволиной гидали у перши чергот голоду и холоду. Больше за 7 дней тут не вытремливал практически никто. Олимпиада Зарецкая – одна из тех, кто вытромил жах Азарыча с першого до позднего дня. У лагеря я натрапила разом с матерью, а для добропамятая, что тут были и дети без батьков, яких утримливали по особку. Вторая загородь была с детьми. И вот этих деток по пояс с них выкинули и 2, и 5, и 10, и 15. И 6, и 8 годов. И вот эти детки двое суток просили есть и плакали. А потом уже надо только стынать. Если это все бачить, это Боже-Боже. Хай лучше чистое небо и кусок хлеба и вода, чем эта мука. Трагедию Азарыча в Калинкенском районе не забывайте николи. 15 годов тому у Веста открыли музей, ориентованный пеш за все на молодь. В минулом году райваконкам разом со следующим комитетом начали реализацию еще одного проекта. Начать работу по консолидации исторических материалов, опросу всех оставшихся в живых узников Азарических лагерей смерти, а в последующем сбору средств для издания памятных видеофильмов, книг и реконструкции мемориального комплекса. После вызволения вязни у ТЫФ распосудивающаяся род солдат, которые принимали удел у их вортования, у везда старой новоселки, есть братская могила. Тут похованы около 240 червона армейцев и офицеров, которые в такие дни померли от ТЫФу. А в начале этого захворение начало регистрироваться в сирот жигаров населенных пунктов, где находились все шпитали. Сгодно с офицерными даденами, в высоком веке 44-го Зазаринского лагеря смерти было вызвано около 33 тысяч человек, полового за яких дети в возрасте до 13 годов. Это преступление было сделано немецкими солдатами и просто нельзя даже просить прощения, потому что нельзя простить это. Просто надо вспомнить и делать все усилия, чтобы такого больше никогда не произошло. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Калинкинский район.